Сегодня РКРП и его союзники собрались, чтобы встретить пролетарский праздник, День международной солидарности трудящихся. Собрались здесь, на этом историческом месте, в относительно небольшом количестве, как и наши предшественники в 1891 году. И хотя с тех пор производительные силы сделали огромный шаг вперед, но временное поражение социализма отбросило нас обратно в прошлое, где деление людей на господ и слуг богатых и бедных, эксплуататоров, эксплуатируемых. И хотя 1 мая по-прежнему остается праздничным днем, хотя за это время буржуазия научилась размывать классовое содержание этого дня, путем переименования, назвав его праздником весны и труда, и путем включения в демонстрацию разношерстных политических сил и движений, каких-то экзотических совершенно групп, выпуская на передний план желтых вождей ФНПР, которые идут в обнимку с представителями партии крупного капитала, даже несмотря на все на это, нам отказали в согласовании массового публичного мероприятия. Вопрос, почему? Потому что боятся роста классового самосознания трудящихся, или, может быть, боятся антивоенной агитации в условиях военной операции, когда основная тяжесть невзгод перекладывается на плечи простых людей. Думаю, что здесь и первое, и второе. Конечно, буржуазия всегда будет опасаться организованного на борьбу рабочего класса, но в то же время, в настоящий момент, больше всего она боится своих партнеров и их колонну внутри страны, которая будет использовать любые колебания мелкобуржуазных слоев, чтобы подорвать позиции российского капитала на международной арене и привести к замене действующих людей во власти. Распад Варшавского договора не остановил войны на планете, как ошибочно утверждали горбачевцы. Напротив, капитализм принес вражду и войну на территории Советского Союза, возродил фашизм на Украине, причем в самой уродливой форме, в форме нацизма. Недостаточная организованность пролетариата вынуждает нас в антифашистской борьбе использовать межимпериалистические противоречия и опираться на такого ненадежного союзника, как буржуазная Россия, которая использует или помогает шахтерам и трактористам отнюдь не бескорыстно. Такова цена, которую приходится платить советскому народу за утрату власти и возврат в прошлое. И тем актуальнее становится борьба за стратегические цели, за социализм. Поэтому мы говорим сегодня, да здравствует международная солидарность трудящихся в борьбе с фашизмом, добьемся перерастания антифашистской борьбы, борьбы за социализм. С красным перволамем вас, товарищи! Ротфронт! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин